Всем доброго дня! Сегодня я буду читать из книги Деяния апостолов, 8 главы, с 18 стиха. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, «Дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Но Петр сказал ему, «Серебро твое добудет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в всем части жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды». Симон же сказал в ответ, «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». Они же, засвидетельствовав и проповедовав слово Господне, обратно пошли в Иерусалим, и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. Мы видим эпизод из евангелизационной кампании в Самарии, которую начал диакон Филипп, или Филипп Благовестник, как его называют Писанием. И вот на одном из этапов этого благовестия, этой кампании евангелизационной, в Самарию пришли апостолы. То есть Филипп своим служением, евангелиста, начал дело домостроительства Божьего в Самарии. А после на каком-то этапе к этому делу подключились апостолы и пришли, помолились о крещении Духом Святым. И вот мы видим, значит, вот этого Симона Волхва, да, который впечатлился, впечатлился вот этим, значит, служением апостолов. В 18 стихе сказано, Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святый, принес им деньги. Другими словами, этого Волхва, да, экстрасенса, мага, оккультиста, как угодно можете его назвать, впечатлил факт, значит, крещения Духом Святым. Интересно, что до этого, значит, когда сам Симон принял благую весть через служение Филиппа, Писание говорит, он не отходил от Филиппа, он принял крещение водное, не отходил от Филиппа и изумлялся, видя вот эти чудеса исцеления знамения, которые, значит, проистекали через служение благовестия. Но мы не видим, чтобы Симон Волхв принес деньги евангелисту. Мы видим, что он принес деньги апостолам. Интересно, правда? То есть Симона не столько впечатлили чудеса, исцеления, какие-то знамения, силы, которые проявлялись в служении благовестника, его более впечатлило служение апостолов, возложение рук апостольских, которое производило крещение Духом Святым. Очень показательная такая реакция, потому что вот этот оккультист или экстрасенс, как угодно назовите, да, там волшебник, значит, который имел доступ, имел, значит, опыт жизни в сверхъестественном, так скажем, измерении, да, в духовном мире. Понятно, что не с Богом, понятно, что не с Божьей помощью он входил в этот духовный мир. Понятно, что силы, которые он там видел, да, или которые он производил, действия, которых он производил, они были не от Бога. Но, тем не менее, был опыт сверхъестественного, опыт, значит, каких-то чудес, да, ложных чудес, но, тем не менее, чудес, каких-то знамений, может быть, ложных. И знамения и чудеса Господни, исцеление, которое происходило через служение евангелиста, вот этого оккультиста бывшего, да, вот этого волхва, Симона волхва, не впечатлило. А служение апостолов, да, когда они возлагали руки и сходил Дух Святой, впечатлило настолько, что Симон принес им деньги. Очевидно, очевидно, что крещение Духом Святым, как мы его видим во времена апостольской церкви, оно было видимым, впечатляющим и, ну, заметным глазу, да, то есть, 18 стих, Симон же увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой. То есть, это было не так, что, знаете, вот, человек, верующий, там, за него помолились о крещении Духом Святым и поставили галочку «Я крещен», да, то есть, какие-то видимые вещи происходили, какие-то сопровождались, значит, вот эти вот явления крещения Духом Святым сопровождались какими-то знамениями, там, иными языками, пророчествами, то есть, человек, все равно по нему было видно, что он принимает Духа Святого. Это было заметно, и это было впечатляюще, это было явно, это было не в виде просто, знаете, формально поставить галочку, что вот этот человек теперь крещен Духом Святым. Все, за него помолились, значит, он принял Духа Святого, потому что за него помолились. Нет, там было видно, настолько видно, что Симон был впечатлен и принес им деньги. Но сегодня я буду говорить не о крещении Духом Святым, хотя уже скоро близится у нас Пятидесятница, праздник Троицы, да, об этом было бы уместно поговорить, но сегодня я хотел бы более заострить внимание на самой личности вот этого Симона Волхова. Я хотел бы о нем немножко с вами порассуждать. Чуть выше сказано, что он производил какие-то, значит, духовные проявления, которые, значит, побудили людей, окружающих этого человека, называть его великой силой Божьей. То есть это был человек, который производил какие-то явные, такие, ну, достаточно ощутимые, осязаемые знамения чудеса. Не Божьей, конечно же. Но, тем не менее, он снискал себе славу великой силы Божьей. Вот. То есть человек, который имел доступ к каким-то духовным вещам. Мы видим, что он принимает Иисуса Христа. Мы видим, что он обратился к вере в Иисуса Христа. Он услышал благовестие, он принял водное крещение. И написано, он не отступал от Филиппа, от Филиппа благовестника, не отступал. То есть мы видим человека, который на самом деле принял Христа. Потому что вот эта, значит, первая любовь, как мы ее называем, да, или вот это рвение, да, новообращенного, здесь оно просматривается. То есть человек следует, не отходя, да, не отступая, следует за служителем, значит, радуется тем же самым чудесам и исцелениям, которые он видел, значит, при своем обращении. Он радуется, что это происходит и при обращении других людей. Значит, он пребывает в теле Христовом, он пребывает в церкви. Да, может, он не принял крещение Духом Святым. Кстати, здесь мы не можем это утверждать. Мы не видим, принял ли он сам крещение Духом Святым. Но, тем не менее, человек обратился ко Христу, человек прилепился к вере евангельской, да, следует, не отступает, радуется вместе со всеми. То есть влился, влился в церковь. Вот, но, тем не менее, вот происходит этот эпизод, когда он приносит деньги, да, и желает получить, желает получить вот эту способность через возложение рук, значит, производить крещение Духом Святым. Показательно то, как вот этот Симон Волхов реагирует на обличение Петра. Вот я хотел бы сегодня поговорить на тему «Молитвенная просьба Симона Волхова». Вот какая его молитвенная просьба. У нас у всех есть молитвенные просьбы, у нас у всех есть молитвенные нужды. Мы просим помолиться за свои какие-то проблемы, может быть, какие-то свои вопросы, да, ситуации, обстоятельства. Просим помолиться братьев и сестер, просим помолиться служителей церкви. И мы здесь видим, что Симон не исключение, он тоже выставляет свою молитвенную просьбу. Петр обличает Симона Волхова, значит, в попытке приобрести дар Божий за деньги, то есть сама идея каким-то образом приобрести дар Божий за деньги, она, ну, весьма и весьма, не то что даже противоречива, она аморальна даже, она безнравственна по своей сути. И даже существует такой термин в современном христианстве, да, там, в католичестве, значит, он так и звучит – Симония. Симония – это, значит, попытки приобрести церковные должности за деньги. То есть в средние века в католической церкви, я не знаю, как насчет православной, но в католической церкви это было повсеместной практикой, значит, люди могли приобрести сан, церковный сан за деньги. То есть если достаточное количество, значит, денег у тебя есть, ты можешь просто за соответствующую плату приобрести сан, там, диакона, епископа и так далее, и так далее. Поэтому даже существует термин, который берет свое начало как раз-таки из этого случая. Он так и называется, этот термин – Симония. По имени вот этого Симона Волхва. Сама эта идея, конечно же, порочна, сама эта мысль или эта попытка приобрести дар Божий или должность, служение, звание, сан является не просто ошибочной, а аморальной, безнравственной. Но мне больше здесь интересна именно реакция самого Симона, реакция самого Симона. Вот какую молитвенную просьбу он выставляет в ответ на претензии или обличение апостолов. 24 стих. Симон же сказал в ответ, помолитесь вы за меня Господу, чтобы не постигло меня ничто из сказанного вами. Такая вполне, вполне, скажем, логичная, вполне понятная, обоснованная молитвенная просьба. Петр, говоря о ошибке Симона, провозглашает в 20 стихе «Серебро твое да будет в погибель с тобою». Я посмотрел, значит, как это в греческом оригинале звучит, в английском переводе. Звучит это буквально так. И ты, и серебро твое погибнут. Вот прямым текстом. То есть Петр такое грозное обличение выдвигает. «Серебро твое да будет в погибель с тобою». Конечно же, такая перспектива любого из нас, если бы мы столкнулись с такой угрозой, назовем это, наверное, мы бы тоже попросили бы молиться о том, чтобы ничто из сказанного вами меня не постигло или нас не постигло. Это понятно. Молитвенная просьба – это обосновано. Но мы же здесь видим в речи Петра не только предупреждение о каких-то последствиях. Мы видим попытки или пророческое указание на причины. Причины. То есть, понятно, что мышление неправильное, понятно, что мышление порочное, понятно, что идея сама по себе безздравственна, аморальна. Но а каковы же причины такого мышления? Каковы причины такого мнения о дарах Божьих? Божьих. Смотрите. «Нет тебе в всем части и жребия», 21 стих, «ибо сердце твое неправо пред Богом». Сердце твое неправо пред Богом. Мы рассуждаем о причинах. «Итак, покайся в грехе, твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего». То есть, мы видим неправильное мышление, помысл неверен. Какова же причина? И, 23 стих, «ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды». Вот корень, вот причина, вот, значит, основание, которое послужило возникновению вот этих помыслов аморальных, бездравственных, ошибочных. «Я вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды». Фраза «я вижу тебя», наверное, должна быть воспринята как пророческая фраза. «Я вижу», да, там, духовным взором. То есть, понятно, что поведение вот такое. А вот причину, я вижу причину, да, духовным взором, да, с помощью Святого Духа, с помощью откровения, с помощью пророческих даров. «Я вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды». И если вдуматься, то вот эта фраза или вот это обличение, этот диагноз, он достаточно, скажем так, общий. «Общий». «Я вижу тебя, исполненного, значит, горькой желчи». Что такое горькая желчи? Вот мы можем конкретизировать, да, мы можем как-то определиться, а что, значит, конкретно имеется в виду. Потому что фраза «горькая желчь», она может относиться ко многим аспектам, значит, ко многим чувствам, ко многим каким-то душевным состояниям. Горькая желчь, она может относиться к зависти. Может, может. Горькая желчь, она может относиться просто к злобе, к ненависти, к гневу. Может, конечно же, может. Горькая желчь может относиться к раздражительности, к злословию, да. Горькая желчь, она может относиться к какому-то вынашиванию планов мести в ответ на обиду. И все это может быть достаточно долго сокрыто в человеке. Это может не выходить наружу. Человек может быть исполненным горькой желчи. Но конкретики-то мы здесь не видим. Мы видим общую фразу. Я вижу тебя, исполненного горькой желчи, и в узах неправды. Я вижу, что ты не свободен. Я вижу, что ты испытываешь какие-то внутренние напряги. Ты не свободен. Ты в узах. Ты имеешь духовные проблемы. Узы – это духовные проблемы. Но конкретики-то нет. Нет указания четкого, что вот эта характеристика, вот это качество или черта твоего характера приводит к такому-то и такому-то мышлению. Есть общие фразы. Горькой желчи в узах неправды. Вот если бы я, например, поставим себя на место Симона Волхова. Если бы я, вы, мы, кто-нибудь из нас оказались бы на месте человека, которого обличает апостол или служитель, которому мы испытываем чувство уважения. Мы приходим к нему, к этому служителю для того, чтобы получить Божьи дары. Мы приходим к нему, впечатляясь явным проявлением Святого Духа через этого человека. Мы приходим с чувством осознания его духовного богатства и того, что его служение, его возложение рук, его слова, его действия, они имеют вес и они важны, они подлинны, они настоящие. Это не подделка, это Божий служитель, Божий помазанник, призванный апостол. И вот поставьте себя на место Симона Волхова. Вы приходите к такому человеку, испытывая уважение. Да, у вас неправильное мышление. У вас, может быть, какие-то там, ну говоря современным языком, тараканы в голове. Но вы приходите к нему, чтобы получить какое-то благословение. Пускай вы неправильно понимаете это благословение, пускай у вас ошибочное или безнравственное какое-то мышление по отношению к этим благословениям, но вы искренне, уверовав, желая больше Божьего, да, большего, так скажем, вот этого Божьего проявления, славы Его, приходите к такому человеку. И вы искренне веруете, да, что этот человек от Бога, этот человек настоящий Божий служитель, не подделка, не самозванец, и у него есть эти дары, у него есть это, значит, полномочия, да, значит, высвобождать в жизни верующих какие-то благословения, какие-то пророческие высказывания, какие-то дары. Вот, и в ответ вы видите или слышите вот такие слова, такое обличение. Вот, я бы на месте Симона Волхова, я бы поинтересовался, а что конкретно, вот, раз у тебя есть это пророческое видение, да, что конкретно, вот, какая конкретно черта моего характера, над которой мне нужно поработать? Вот, что конкретно мне нужно изменить? Потому что фраза, исполненного горькой желчи и в узах неправды, но она достаточно общая. А что конкретно мне нужно изменить? Может быть, мне нужно поработать над своими реакциями, когда меня обижают? Может быть, мне нужно поработать над своими реакциями, когда я вижу чей-то успех, да? Может, мне нужно поработать над реакциями, когда что-то не получается в моей жизни, а такое бывает с нами? Что конкретно мне нужно изменить? На что конкретно мне нужно направить свой взор и приложить усилия для изменения? Мы не видим этого в ответе Симона. Мы не видим заинтересованности в его молитвенной просьбе, заинтересованности вообще что-либо делать со своим характером. Молитвенная просьба Симона Волхова сводится к одному. Пусть меня не постигнет то грозное предупреждение, которое вы высказали. Более того, если рассмотреть эту фразу внимательно, молитвенную просьбу Симона, помолитесь за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами. Другими словами, Симон Волхов подразумевает, что там было много чего. Вот много чего было из сказанного, что меня должно постигнуть. Вот вы помолитесь, чтобы ничто из этого множества меня не постигло. Но когда я смотрю на грозное предупреждение Петра, я вижу одно всего лишь такое предупреждение. Одна всего лишь такая сфера. Серебро твое будет в погибель с тобой. Все. Там нету какого-то множества. Там нету разнообразия. И ты погибнешь. И твоя жена там погибнет. И детей твоих поражу смертью. И то-то и то-то. Есть только одно действие или только одно последствие, которое мы видим в грозном предупреждении Петра. А Симон говорит, пусть меня ничто из сказанного вами. То есть у страха глаза велики. Знаете, вот я не говорю, что предупреждение Петра, оно не достойно страха. Оно достойно страха. Но мы видим концентрацию, концентрацию внутреннего взора Симона вот на этой части. Понимаете? Вот та вторая часть, которую говорил Петр, она намного больше. Там говорится, что ты в узах неправды. Там говорится, что ты исполненный горькой желчи. Там говорится о том, что у тебя неправильное мышление и понимание. Вот это все как бы не интересует Симона. Его интересуют последствия. Его интересует будущее. Его интересует, чтобы со мной все было хорошо. Чтобы со мной не приключилась никакой проблемы в будущем. Достаточно эгоистичное такое плотское мышление. Оно вполне понятное. И я не хочу сказать, что это неправильно так просить молиться за себя. Правильно. Потому что никто из нас, поставь нас на место, которым дано грозное предупреждение, не будет сидеть сложа руки и не молиться о том, чтобы не постигло все это. Будем молиться, будем волноваться, будем переживать. Но здесь мы не видим абсолютно никакого отклика на пророчество Петра. Я вижу тебя. Я вижу в твоем сердце вот это. Я бы ухватился. Сказал бы Петр, давай об этом поговорим. Давай конкретно выясним. Давай я исповедуюсь. Давай я с тобой проведу полчаса, расскажу тебе, как я чувствую. Да, пусть это будет, может быть, не совсем приятно, не совсем для меня, значит, не будет меня красить в твоих глазах. Я буду унижен, я буду посрамлен. Я в еще худшем свете перед тобой предстану. Но я хочу разобраться с этой проблемой, которая не будет в будущем, а которая уже имеет место сейчас. Понимаете, сегодня христиане, они метутся и волнуются о том, что было в прошлом. Они копаются в своем прошлом. Они пытаются выяснить причину своей вот этой, значит, проблемы или того, что они находятся в узах. Вот христианин видит, что он находится в узах. И многие ищут проблему этих уз в прошлом. Вот что было в прошлом, какая моя бабушка там согрешила и передала мне наследственное проклятие, что сегодня я нахожусь в таких узах. И начинается вот это выискивание, копание и так далее. Либо в прошлом копается, либо слишком уж так заостряет свое внимание на будущем. Ой, я боюсь, чтобы меня не постигло то. Я боюсь, чтобы меня не постигло это. Я боюсь, как бы меня там не чипировали, не клонировали, еще что-то со мной не сделали. То есть страхи либо в прошлое, либо в будущее, и идет вот это ковыряние, копание. О том, что происходит сейчас, о том, какой я сейчас, никто не задает вопросы. И Симон Волх вот здесь, ну как такой типичный, типичный плотской христианин, который не задает вопросы о том, что мне нужно сделать, чтобы изменить свой характер, где конкретно мне нужно поправить, где конкретно тот участок работы, на который мне нужно навалиться и пахать. Но никто об этом не говорит, и Симон Волх так же. Вот где, дорогие друзья, та изюминка, та проблема, которая характерна и в том числе и для всех нас. Да, Симон Волх это, конечно же, волшебник, маг, чародей, экстрасенс, и мы на него даже не смотрим, мы фу, фыркаем и говорим, ну что он, он для нас не пример, но был такой эпизод в книге Деяний, и ладно. Оказывается, нет. Оказывается, он обнаруживает типичное мышление, да, или типичный подход, типичное расположение сердца многих христиан, значит, к своей жизни. Дорогие друзья, если бы мы знали, если бы мы знали, насколько важно сегодня, пока нам дано время, пока нам дана эта земная жизнь, эти годы, там, десятилетия, за это время попытаться хотя бы изменить свой характер, попытаться хотя бы научиться реагировать по-другому, попытаться хотя бы в каких-то событиях жизни, в каких-то, значит, периодически возникающих вызовах нашей жизни реагировать по-другому, попытаться справиться со своей греховной, плотской, древней, ветхой природой и дать место новой природе, которая в нас, благодаря вере в Иисуса Христа, есть. Но не идет эта работа, не идет это, не задается этот вопрос, не выдвигается даже эта молитвенная просьба. Все молитвенные просьбы у нас о том, как бы устроиться, о том, как бы вот было бы лучше, и это понятно, но это начальный уровень. А где вторая часть? Где та часть, которая говорит о нашем с вами преображении, изменении, о нашем с вами, значит, уподоблении образа Иисуса Христа? Никто об этом не волнуется, никто об этом не печется, Павел пишет, все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Дорогие друзья, я сегодня хочу призвать себя и вас к работе над своим характером, к попытке, да, или даже не одной попытке, а просто стилю жизни, когда я осознаю важность того, как я сейчас реагирую. Вот как я сейчас реагирую на замечания там, ну, к примеру, своего супруга? Как я сейчас реагирую на ситуацию, значит, когда на мою там больную мозоль наступили? Много можно примеров привести, это большой разговор. Но здесь мы не видим попыток со стороны Симона конкретизировать вот это пророческое высказывание Петра. Я вижу тебя, исполненного горькой желчи. Господи, в чем эта горькая желчи? В каком направлении? Где-то сфера, где-то черта характера, которую надо исправить. Понимаете, о чем идет речь? Поэтому молитвенная просьба Симона, обратите внимание, она как бы так канула в лету, да, то есть никакой реакции я не вижу, чтобы последовало. Вот давайте еще раз, 24 стих. Симон же сказал в ответ, помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничего из сказанного вами. А там только одно было сказано, что постигнет. И 25 стих. Они же, то есть апостолы, засвидетельствовав и проповедовав Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим. Не видим мы здесь, чтобы апостол Петр, да, или Иоанн там как-то так вот откликнулись и помолились вот той молитвой, которой просил их Симон. Я не говорю, что они не помолились. Я не говорю. Возможно, они помолились, конечно же. Когда к пастору обращаются люди даже и с плотскими просьбами, с какими-то недуховными вопросами, мы часто, я говорю, мы, имею в виду не себя, а пасторы, служители, часто снисходят, ну, помолимся. Попросила в очередной 1025 раз сестра помолиться за какую-то там проблему плотскую, ну, помолимся, с меня не убудет. Но это не та молитва, которая попадает на страницу книги Деяний, понимаете? То есть мы не видим здесь, чтобы апостолы отреагировали, да, каким-то образом на эту молитвенную просьбу. Мы видим, что они, ну, было сказано, ну, ладно, и они пошли там, проповедовали и обратно в Иерусалим вернулись. Поэтому, дорогие друзья, вот тот урок, да, или тот вывод, который я хотел бы сегодня вместе с вами отсюда извлечь, давайте мы осознаем драгоценность времени, которая нам отпущена и дано, чтобы изменить свой характер, чтобы приобрести характер Христа. Это самое драгоценное. Если бы мы только видели с перспективы небес, с точки зрения неба, с точки зрения вечности, насколько это важно, мы бы намного большую, скажем, часть энергии, да, своей жизненной силы, там, мыслей, каких-то усилий, стараний направили бы на то, чтобы начать реагировать не так, как мы реагировали раньше, вчера и третьего дня. Потому что мы, конечно же, придя в церковь, там, находясь в служении, в прославлении, там, в слышании проповеди, мы ведем себя, ну, прилично, более-менее, а когда мы оказываемся в обыденной обстановке, да, наши реакции, наши, значит, рефлексии, назовем их так, они, ну, вполне себе плотские, дорогие друзья, вполне себе плотские. Поэтому здесь вывод такой и просьба такая, значит, если так можно сказать, да, или призыв, призыв к самому себе адресую и ко всем нам. Давайте будем работать над своим характером и дорожить временем, да, которое отпущено нам для того, чтобы подавляться, стараться уподобляться как можно более, ну, как можно более похожим образом характеру Иисуса Христа. Это намного более важнее и драгоценнее, чем то, что у нас было в прошлом, которое нас якобы тяготит и дает нам какие-то узы. Ой, у меня узы, потому что там мой прадедушка чего-то там где-то нагрешил. Нет, узы наши, они из-за того, что наш характер неисправленный, наши реакции не обрезаны, наше сердце не обрезано. Вот откуда узы, вот откуда проблемы, и они сейчас, а не в прошлом и не в будущем. Будущее наше обеспечено. Нам не нужно о нем так уж сильно волноваться. Оно обеспечено, да, могут быть какие-то, значит, испытания приходить в нашу жизнь, но в принципе будущее наше обеспечено. А вот то, что происходит с нами сейчас, и то, с каким мы багажом войдем в небеса, если войдем, дай Бог, чтобы вошли, да, вот это намного важнее. Поэтому, да благословит нас Господь, дорогие друзья, чтобы наше отношение, да, оно было отличным от той молитвенной просьбы, да, которую здесь проявляет Симон Волх. Да благословит нас Господь, до новых встреч, до новых видео с Господом. Спасибо. Продолжение следует...